Это Любовь Соболь. Глава Федеральной антимнопойной службы Игорь Артемьев назвал российскую экономику полуфеодальной. «Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренции там и не пахнет», – заявил Артемьев интервью коммерсанту. Федеральная антимнопойная служба – это очень важная структура. Например, она контролирует то, как проводятся госзакупки, а там объем торгов на 7 трлн рублей в год. В 2010 году Дмитрий Медведев оценил размер воровства на госзакупках в трлн рублей. Тогда же Медведев заявил, что с причастными к воровству на госзакупках надо разбираться и сажать в тюрьму. В 2018 году после фильма «Он вам не Димон» очень смешно читать, как Медведев требует кого-то сажать за воровство. Посмотрите, какой требовательный. Представляю, как он сидит на одной из дач и придумывает, чего бы еще такого смелого про борьбу с коррупцией сказать. Несмотря на громкие слова чиновников, махинация на госзакупках продолжается. И одна из самых распространенных схем – это картельный сговор. Компании договариваются между собой и имитируют конкуренцию, снижая цену всего на 1-2%. При конкуренции цена товара могла бы снизиться и на 10, и на 30%, а при картеле снижается на 1%. Потери бюджета от картелей – миллиарда рублей. Артемий регулярно рассказывает о борьбе ФАС с картелями. Например, в марте прошлого года он заявлял о картелизации экономики и о том, что это уголовное преступление. Но одно дело бороться с обычными фирмами. Такие картели ФАС действительно признает и наказывает довольно часто. И другое, когда с картелями оказываются связаны серьезные, близкие к власти люди. Такие, как бизнесмен Евгений Пригожин, который еще называет поваром Путина. Мы в ФБК больше года вели расследование и раскрыли картель компаний, связанных с Пригожиным. Общая сумма контрактов по этому делу – 23 миллиарда рублей. Это крупнейший картель в истории России. И что сделал Федеральная антимнопольная служба и видный борец с картелями Артемьев? Оштрафовали махинаторов на несколько миллиардов? Добились возбуждения уголовного дела? Нет. В решении ФАС просто вписали, что раз фигуранты добровольно признали вину, то и штрафовать их не надо. Уже и СМИ писали про эти махинации. И доказательства были. И они тут такие, о, так это картель, признаю вину, их освобождает от наказания. Просто гениально. После такого рассказа Мартемьева про полуфеодальную экономику веришь особенно. Кому как не ему знать. В прекрасной России будущего такого не будет. И ФАС будет работать на государство, а не выгораживать любимых поваров президента. В Челябинске случился мусорный коллапс. Мусор не вывозят уже две недели. Во дворах начали образовываться стихийные свалки. Причина такого катаклизма в том, что 11 сентября закрылась Челябинская городская свалка, которая работала в черте города. Мусор предложили свозить на полигон около поселка Политаева в 50 километрах от центра. Из-за возросших затрат многие компании отказались работать в новых условиях и образовался коллапс. Казалось бы, такое развитие событий можно было предположить и заранее подумать, как избежать проблем. Но нет, не предусмотрели. Дошло до того, что жители начали приносить пакеты с мусором к дверям компании Горэкоцентр. Горэкоцентр – это муниципальное предприятие, которое отвечает за утилизацию отходов в Челябинске. До последнего времени его руководителем был Игорь Галичин. Его брат – бывший министр экологии Челябинской области, а жена брата владеет половиной одного из крупнейших подрядчиков Горэкоцентра. Налицо конфликт интересов, но это еще далеко не все. В июле Игорь Галичин стал обвиняемым по уголовному делу. Полицейский утверждает, что его предприятие брало с мусоперевозчиков деньги в обход бухгалтерии. По данным СМИ, Галичин оказался между двух огней. С одной стороны, брат Александр, который владеет мусорным бизнесом в Челябинске и сейчас отказывается возить отходы из-за закрытия городской свалки, а с другой – глава города, который требует исполнения обязательств и чистоты. Город – миллионник, мусорный коллапс и семейные связи руководителя одного из муниципальных предприятий. Коррупция не только приводит к потерям бюджета, но и может стать причиной мусорных завалов в целом городе. А что же местные власти? 23 сентября уже после многочисленных жалоб местных жителей они вели режим повышенной опасности. 24 сентября уволили Галичина и, похоже, скоро он станет фигурантом еще одного уголовного дела. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский публично отреагировал на ситуацию только 25 сентября. Он распорядился выделить мусоровоза из других регионов для помощи городу. Молодцы, конечно, но почему так долго? Почему две недели город утопал в мусоре и только сейчас чиновники начали принимать срочные меры? Думали, что само рассосется, но внезапно не рассосалось. Иногда кажется, что в России к теме утилизации отходов многие относятся именно по такому принципу. В Алакаламске дотянули до того, что случился выброс свалочного газа и десятки детей были срочно госпитализированы с отравлением. Жители вышли протестовать, вступили в конфликт с главой района и скандировали в отставку губернатору Воробьеву. Власти, конечно, пообещали помочь Валакаламску, но мусор – это такая проблема, которую быстро не решить. Нужно следить за полигонами, вовремя их закрывать, внедрять новые технологии по сортировке и рекультивации. Наши же чиновники вопрос явно затянули и теперь пытаются исправить проблему, но люди им уже не верят. Не зря в Валакаламском районе за губернатора Воробьеву проголосовало всего 20% избирателей. Если чиновники будут и дальше так относиться к людям и тянуть с решением мусорного вопроса, то ему 20% покажется много. В Екатеринбурге избрали нового мэра. Им стал вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский. Впервые за долгое время главу Екатеринбурга выбирали не на прямых выборах. Вместо жителей за мэра проголосовали депутаты Гурдумы. Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили весной этого года. Действующий на тот момент мэр города Евгений Ройзман выступал против такого решения и после его утверждения подал в отставку. А вот так про выборы мэров в декабре 2013 года говорил Владимир Путин. Хочу спросить у вас, все-таки мэров назначать или выбирать или вообще отменять? Мэров, конечно, только выбирать. Через несколько месяцев после этого заявления Путин подписал закон, разрешающий отменять прямые выборы мэра. Даже полгода не прошло. Сказал, что мэров надо выбирать, а потом разрешил их отменить. Вот он наш президент. К концу 2014 года уже 66 регионов отказались от прямых выборов главы своей столицы. С тех пор отмен стало еще больше. Екатеринбург оставался одним из немногих городов с прямыми выборами, но потом забрали это право и у него. По иронии судьбы вопрос Владимиру Путину задавала представительница Екатеринбургского четвертого канала. И именно ей Путин рассказывал, что мэров надо только выбирать. Ну а потом выборы в ее городе взяли и отменили. И это при том, что 65 процентов жителей России поддерживают прямые выборы мэра. Глава города, особенно если это столица региона, это не просто чиновник, который отвечает за дороги или уборку снега. Это еще и представитель народа, политический руководитель. Уверена, что его должны выбирать люди и делать это на прямых выборах. Прекрасной России будущего будет именно так. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.